Фрипунов включает пятую передачу и все-таки убегает от соперников, которые пытались его достать. Бросок поворотом и пелялов. Здравствуйте, добро пожаловать в вечерний Екатеринбург на Уралиц-арену. Через несколько минут здесь начнется очередной матч регулярного чемпионата Фонбет континентальной хоккейной лиги, в котором автомобилист примет Казанский Акбарский. Смотрите, автомобилист дома. Это всегда агрессия, это скорость. Что Акбар спротивопоставит домашней команде? Игра покажет. Поражение от трактора сильно психологически ударило по парням? Ну, конечно, неприятно. Да, такой триллер получился. Должны были доводить матч до победы, но это спорт. Хорошо, что есть следующая игра, где мы можем себя реабилитировать, показать свой хоккей. Шипачев по-хозяйски выигрывает стартовое впрасывание. Шайба отправляется к воротам Галкина, попадает в борт и едва не выскакивает на пятак. Но Галкин ситуацию контролирует. Радулов мешает выходу соперника из обороны. Шайба у ворот. Вот момент вырастает у казанцев, но не попадает по шайбе Кирилл Семенов, открывший счет в предыдущем матче против омского авангарда, огорчивший свою родную команду. Шайбу перехватил и не дал состояться атаке с ходу. В исполнении казанской команды Сречников. Момент создавал себе сам. И еще остатками этого момента мог подпитаться Лукаянов, который на пятачке караулил отскок, но к нему шайба так и не пришла. Даже не готовил бросок, а скорее оценивает ситуацию, что лучше в этом эпизоде будет. Уже все переместились. И вот момент у Екатеринбургса. Бросок с близкого расстояния и еще добивание. Адамчук попадает в блок, но шайба снова отскакивает ему. Ух ты, попадает Галиев с лета Галкин. Занимает правильную позицию в столе ворот. Шайба его находит. Ну а дальше Галкин находит себе силы поблагодарить партеров, которые все-таки помогли ему в этом эпизоде. Здесь ситуация перехода. Еще не было понятно, как тут казанцы выбираться. Включают прессинг хозяева. И бросок обиден. Такое впечатление парирует штанга. 5,5 минут до конца первого периода. 0-0 по-прежнему Мэйсик. Отключается из глубины. И вот так выбрасываешь шайбу спитака. Вроде бы Адамчук попадает в соперника. И едва шайба не заходит. Створ ворот, но Белялов оказался готов. Крупный специалист. Ублокированный чуть-чуть бросков Данил Марков. Что такое? Это то, к чему я учился быть на линии броска. Хребунов включает пятую передачу. И все-таки убегает тот соперник, который пытались его достать. Бросок по воротам. И Белялов срывает овации той небольшой части зала, которая болеет за Акбарс в Екатеринбурге. На точке Котелевский против Бывальцева. Бывальцев улучшает статистику выбранных праздников для себя. И на этом программа первого периода исчерпана. 0-0 после 20 минут игры. На ваш взгляд, кто все-таки имеет хоть небольшое, но преимущество? Ну, знали то, что автомобилист хорошо начинает. Грают давление. Пытались взять инсидиву в свои руки. Хороший первый период, хорошая скорость, мне кажется. Доставляем защитникам ошибаться. Широкая площадка, где-то больше пространства. Провели не так, как ожидали полетчики-специалисты. Но, с другой стороны. Опа! А вот и счет открыт. Все гениальное, незатейливо. Радулов закатился, бросил. Все. Ничего больше не потребовалось. 1-0. Казанцы очень быстро. Использует чистое преимущество. Абитин не может поверить своим глазам. Но Радулов принимает поздравления. Радулов. Диагональ под чужую и синюю. И Шипачев. Уф! Передача-то прошла в итоге на Кокорлицкого. Но переправить шайбу в ворота Дмитрий не смог. А здесь попадает. Попадает. Дайте смотрите, что здесь произошло. Бросок. 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 Лукоянов смещался в центр. А потом бросил неожиданно из этой обводки. Сафонов включается. Снова поднимает на синюю. Миллер продолжает. Раз за разом набрасывает туда. Под ворота. И партнеры сражаются там с Галкиным и защитниками. И в этот раз приходится Галкину ставить игру на паузу. Соборосок. На слетной. Споровский сравнивает. Чет выскочила шайба к защитнику автомобилиста. И тот не стал медлить. Не стал раздумывать. Просто бросил. И попал. 1-1. Сухая серия Тимура Белялова перевалила за отметку 100 минут, но не сильно. Радулов берет паузу и вводит Кагарлицкого 1 на 1. А здесь Калкин крадет гол у Кагарлицкого и срывает аплодисменты на трибунах. Но каков роду партнером Мэйсик и Широков. Вот так отборолись и какой шанс был у Волка, но теперь уже Белялов говорит, что те предыдущие 100 с небольшим минут без пропущенных шайб отнюдь не были случайностью. Где вы ресурс нашли на то, чтобы выйти и забить? Не знаю, тяжелая игра, сильный соперник. Стараемся играть сейчас просто. На самом деле, не знаю, что сказать. Работаем каждую смену, какие смены прошли уже позади. Так что думаем о будущем. Получается, что все равно ему в этом эпизоде. Если вы понимаете, о чем я, Барбер. Просто ближний. И тут даже дополнительно требуется арбитру развести руки в стороны, чтобы просигнализировать о том, что взятия ворот не было. Мэйсик катит на ворота. Бросок щитком отбивает Белялов. Но катили там на добивание. Партнеры, но и Волк, им шайбер проскочил. И самому Мэйсику удача не улыбнулась. Блэкер замешкнулся на синей линии. Галимов за счет партнера будет решать. И штанга спасает ворота автомобилиста. В случае удачного насечения обстоятельств захватить бикерство в этом матче. Так основательно стараются разыгрывать. И доводят дело до гола. Это Сергей Широков. Наконец-то у него заработало. Шайба в Казани стал для него лишь третьей. В этой регулярке. И сколько моментов он упустил со старта этого чемпионата. Не шла шайба в ворота. Хоть плачь. Но сейчас тот занимал-то место на своей точке. И вот это подключение на дальнюю штангу, может быть, стало и сюрпризом для Казанцев. Он сам решил выбрасывать. Открывает партнер. Полевым не всегда удается. Здесь штурмуют Казанцев ворота уже, как Лев Иванович Яшин бросается в сторону от себя. Галкин и шайбу ловит. Бежал к этой шайбе, но опередил его Юдин в самотверженном прыжке. Вот как неожиданно она выскакивает на пятак. Барбер Галкина не пробивает. А дальше Галкин фиксирует шайбу. Останавливает ее в меньше, чем в метре. Да. Звучит сирена. И ликует Владимир Галкин вместе с партнерами по команде и трибунами Екатеринбургского КРК «Уралец». В своем 21-м матче в этой регулярке Галкин одерживает девятую победу. Наталла Хайдарович, при том, что ваша команда провела достаточно качественный матч, по всем статистическим, практически по всем статистическим показателям переиграла соперника. Чего в итоге не хватило? Ну, не хватило шайбы победной. В целом, ребята играли очень здорово в атаке, в обороне, но, к сожалению, побеждает тот, кто забивает бойцы. Какие ключевые пункты были сегодня в матче? Тяжелая победа. Ребята постались, ловили шайбы на себя. Здорово где-то сыграли в обороне. Да, много моментов было. Вова сегодня поддержал нас в игре. И большинство, да, сработало опять большинство. Очень переживали, чтобы не получилось, как с игрой с трактором. Но, ребята, здорово. Здорово сыграли на последних минутах. И, конечно же, последняя игра в этом году дома. Очень хотелось победить. Парни, с победой, молодчики! Хорошая карманная победа, парни. Все ловили там шайбы на себя, парни, пластались, да. Егор первый играл в Кахарео, да. И самое главное, парни, у нас это крайняя игра была. В этом году, да, домашняя. Молодчики, еще раз победа. Да, мы его готовим! Ура! У кого у нас? Включи. Жуки отлично поработали, поработали, терпели. Широ, классный гол, да, отличная игра. Ну, а там сегодня, к своему коллеге, Оси. Который, Оси! Парни, молодчики, корово сегодня играли, блядь. Приятно такие игры выигрывать, галочи. Выше всяких похвал, из-за младших. Жизнь, 350 игр, КХЛ, да. Оно. Оно. Джо! Гра-замочкаки, зажанка-то.